Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Вика Комиссарова после расставания с Антоном Шоки полна решимости начать свою жизнь на проекте с чистого листа. Приемную мать Антона Оксану Яковлеву возмущает флирт девушки с другими парнями буквально сразу после расставания с ее сыном. Яковлева пообещала Вике вырвать все волосы за периметром, если она еще раз подойдет к Антону. Ольга Орлова рассказала о своей жизни на Доме-2. Она говорит, что поначалу все нервничали, теперь же она познакомилась и подружилась со всеми ребятами. Ей с ними оказалось очень комфортно. Отношения Лилии Четрару и Сергея Захарьяша все больше становятся похожи на отношения Гозиаса и Иванова. Они стали ругаться намного чаще, чем общаться в спокойном тоне. И после того, как во время очередной ссоры Лилия бросила стакан в Сергея, он ударил девушку по лицу. Захар Саленко бросил Лизу Триантофелиде. Я стал получать много упреков и претензий от Лизы в свой адрес. Она вечно чем-то недовольна. Я попросил ее собрать свои вещи и переехать в женскую. К Петру Шепелю пришла новенькая 20-летняя Карина. Он переписывался с девушкой в социальных сетях. У нее еще не было ни разу в жизни ни с кем серьезных отношений и похоже, что и с Петром ничего не получится. Девушка осталась на проекте, но Шепель отказался от Карины и решил построить отношения с Викой Комиссаровой. Новенькая Карина уже ощутила на себе горький привкус домовской славы. Только побыть сутки в эфире, а уже столько про тебя придумали. Ребятки, успокойтесь, пожалуйста, веду я себя достойно, в отличие от многих, кто эту чушь пишет. Подписчики Маши Кохно заметили, что она стала выглядеть гораздо лучше. Ее неестественно надутые губы уже не бросаются в глаза. Андрей Чуев, Костя Иванов и Саша Гозиас пообщались с подписчиками в Перископе. Было очень много вопросов про кафе. Костя и Саша игнорировали эти вопросы, а Чуев ответил, что кафе принадлежит Косте с партнерами, но похоже, что партнеры исключили Костю из своих рядов. Саша Гозиас действительно открывает свой салон красоты. Костя работает у нее извозчиком, также закупает оборудование для салона. Кроме этого, он раскручивает блок и вступил в сетевую мафию Гобозовых. Чуев рассказал о своей стройке. Он начал еще два грандиозных строительства. Себе в помощники он взял Илью Ябарова. Скоро они полетят в Дубай за инвестициями. Вику Романецов воровали. Из коттеджа в Новой Москве, где она жила с Антоном Гусевым, были украдены драгоценности и фотоаппарат. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Фанаты активно обсуждают самоуверенное заявление Вики. Девушка решила, что она популярнее, чем Алла Пугачева. В одном из комментариев Вика написала, что участники Дома-2 имеют в соцсетях в разы больше подписчиков, чем известные певцы и актрисы. Романец уверена, что если на разных каналах одновременно будут идти концерт Пугачевой и проект с участием Гусевой и Романец, то большая часть аудитории предпочтет звезд Дома-2. Надю Ермакова тоже обокрали. В метро в час пик у нее украли кошелек со всеми деньгами и кредитными картами. Особенно Ермаковой жалко свой кошелек. Я его год себе искала и на тебе, пишет она. Отходила с ним 4 месяца. И вот на этом все. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.